Приветствую вас. Давайте для начала скажем так, что детям вашим, ну, скорее всего, будет только лучше, если вы, например, разведетесь со своим мужем, потому что они это все видят, то, что с ним происходит, то, что он делает, то, как он себя ведет, и им это не нравится. Им это не нравится, их это не устраивает, они видят, как вы скандалите, они видят, как муж поднимает на вас руку, и, соответственно, вряд ли это вызывает у них какие-то положительные эмоции, положительные, значит, мысли, и вообще вряд ли это как-то им помогает. Это первое. Значит, а вы со своей стороны как бы прикрываетесь детьми, потому что не хотите что-либо менять в своей жизни, боитесь, вероятно, от своего мужа, например, уходить, боитесь остаться одна, например, боитесь остаться одна, ну, и, соответственно, это вас говорит неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах, неуверенность, что, например, в том, что вы сможете привлечь нового мужчину, ну, другого мужчину, и так далее. И, конечно, конечно же, это не является чем-то хорошим для вас и для ваших детей, потому что дети, они вашу неуверенность видят, видят. Дети вашу неуверенность видят. И как бы им неприятно, что мама, их мама, да? Ага, вот так вот себя ведет. Им неприятно, что их мама позволяет так к себе относиться. И самое главное, что они ведь себя виноватыми чувствуют, скорее всего, именно из-за того, как вы ведете себя с мужем, там, с их отцом, как вы вообще ведете себя, как вы вообще взаимодействуете с людьми, например, в том числе и с ними тоже. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Понимаете, какая штука получается? Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, что будет правильно, если вы, ну, было бы правильно, если вы честно признаетесь, признаете себе в том, что вы не можете уйти от своего мужа по причине того, что боитесь, или неуверенно в себе, или еще как-то от него зависимо. Это первое, что я вам хотел сказать. Значит, дальше. Следующий важный момент, который я хотел вам пояснить. Момент этот заключается в том, что ваш муж, когда выпьет, становится агрессивным и занудливым. Ну, конечно, что вы вкладываете в это понятие занудливый, не совсем ясно, что вы имеете в виду под занудливостью, например. А с этим еще нужно будет разбираться, если у вас будет такое желание. Но, одноднажды могу сказать, что агрессию мужчина себе, получается, подавляет. Подавляет все это время, что с вами в отношениях находится. Вот вы и постарайтесь подумать. Ага, почему же, так, почему же мужчина подавляет себя? Почему мужчина подавляет, подавляет свои желания какие-то, свои потребности какие-то? Ведь он же, например, выпивает, то он трезвый, да? Ага, когда он выпивает, он же трезвый в этот момент, правильно? Правильно. Значит, что? Что-то заставляет его пить. Ага. Что заставляет его пить? Что заставляет его употреблять алкоголь? И ответ на этот вопрос можно дать такой, что у мужчины есть какая-то неудовлетворенность. И вам нужно, вам нужно для себя понять, что именно не хватает вашему мужу. Ну, подумайте, поанализируйте, попробуйте представить, попробуйте с ним поговорить, что бы он хотел, что бы он хотел заниматься, а что бы он хотел делать, ну, с вами, может быть, там, с детьми, может быть, со своими, ну, как-то ещё. То есть, что ему нужно, собственно говоря. Понимаете? Вот это, это всё, очень и очень важный момент. То есть, если ваш муж пьёт, это показатель того, что он неудовлетворён. У него есть неудовлетворённость. И, соответственно, с этой неудовлетворённость и нужно вам что-то делать. Если вы не можете ничего с этим сделать, ну, например, мужчина вам не говорит, что ему нужно, да, то тогда вам нужно думать о том, как от него сепарироваться, как от него отдаляться. Потому что в противном случае вам это будет только вредить. И я хочу, что бы вы постарались обязательно, вот обязательно это запомнить, до тех пор, пока вы, ну, не будете ничего делать с этой ситуацией, до тех пор, пока мужчина будет действовать вот так, до тех пор, пока мужчину всё устраивает, до тех пор, до тех пор, пока его всё устраивает, он ничего менять в своей жизни не будет. И изменить что-либо вы можете только изменив своё поведение по отношению к нему. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. Вот, в принципе, то, что вам можно здесь порекомендовать. Информации, информации о себе вы предоставили очень мало, чтобы как-то ещё, ну, чтобы как-то более подробно вам ответить на вопрос на вас. Но я думаю, что если как следует покопаться в ваших отношениях, если как следует разобраться в них, если как следует поизучать, поанализировать, то мне думается, что можно найти те проблемы, те триггеры, те нюансы, которые заставляют вашего мужа принимать алкоголь. Вот. Конечно, для этого потребуется усилия. Для этого потребуется работать. Для этого потребуется, ну, прилагать какие-то, прилагать напряжения. Да? Вот. Но, что зависит от вас. Если захотите, то помочь вам, в принципе, будет возможно. Смотрите, это зависит только от вас. Анализировать семейную жизнь можно и нужно. Я полагаю, что вы даже вполне можете обратиться вместе с мужем к психологу для того, чтобы совместно с ним, совместно с психологом проработать эту проблему. Вот. А мужа, соответственно, нужно поставить в извертность относительно того, что вас не устраивает, его поведение. Мужа нужно поставить в известность относительно того, что если он ничего не предпримет, то вы предпримите что-то сами. Обязательно. Либо пусть он бросает печь, либо пусть он обращается к психологу, либо пусть разговаривает с вами на тему того, чего он хочет и вместе решает этот вопрос. Для детей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. РОСТАНТ-ТРООТ ДЯ КЛФОВД vous